Слава Господу! Слава Господу! Это так хорошо, когда человек знает Бога. Знаете, много людей ищут какого-то Бога, не знают Его. Поклоняются дереву, поклоняются скале какой-то, горе. Вот и всякому, и всякому. Но так хорошо, когда человек знает живого Бога. Это значит Божья милость на твоей жизни. С вами пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Вы знаете, что если бы цель Иисуса, когда Он пришел на землю, была спасти тебя, и чтобы ты попал на небо, самое разумное и логичное было бы, каждый, кто покаялся, нужно его сразу забрать на небо. Он бы избегал все исключения, все проблемы, все испытания. Сразу бы вообще ушел. Но почему-то Он нас оставляет на земле. Причина. Потому что спасение – это дверь, в которую ты входишь. После чего не надо выходить из ту, через эту дверь выходить. Надо остаться. Но остаться не просто безделничать, а исполнить то, для чего Бог тебя призвал. Покаялся – достигай все, что Бог имеет для тебя. Твоя жизнь должна приносить много плода. Давайте послушаем. Моя проповедь имеет название «Покаялся – достигай все, что Бог ожидает от тебя». Мне нравится, как написано по Сану Калусианам. Библия говорит с 6 стиха по 9. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустим оболщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем, во Христе имеется в виду, обитает вся полнота Божества телесного». Заметите, что в жизни надо принять Иисуса Христа Господом. «Второе, если ты принял Его Господом, нужно ходить в Нем». Это не означает нарисовать картину Иисуса Христа и из Него сделать одежду и одевать. Нет. Имеется в виду, жить согласно Слово, ожидания и просьбы Господа Иисуса Христа. Жить согласно Его Царству. Согласно Его Царству. Жить согласно Его повелениям и Его словам. Вот если человек живет в этом, исходя из того, что он сделал, то мы будем, первое, укорениться. Корени помогают тебе держаться в Господе. Второе. Утвердиться. И вот говорится, во всем этом слушайте учения, как научены. И говорится, смотрите, чтобы вас не увлек. И часто очень есть такие вещи, которые называются мудрость или умно. На самом деле это какая-то философия или какие-то человеческие выдумки. И нет ничего, что человек может придумать, что может заменить Бога. Второе. Важно, чтобы мы не теряли свое предназначение. Библия говорит к официанам 2 глава 10 стих. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я это называю таким образом. Есть книга, которая написана о тебе. Есть книга о твоей истории, которая на небе Богом написана. Главный действующий герой – ты. И когда человек начинает ходить с Богом, книга небесная, история о тебе, включается в действие. Все заранее написано. Все, что о тебе просят, ходи и исполни. И что же делается, когда человек убегает от своего призвания, убегает от предназначения, убегает от Божьих планов? Получается, книга, которая была написана, начинает портиться. Третье. Что еще мы иногда теряем? Мы теряем тех людей от Бога, которые Бог прислал к нам. Так почему Бог прислал к нам людей? Потому что они часть твоей истории. Это может быть твоя семья, муж, жена, дети, родители, братья, сестры. Это первая группа. Следующая группа – это люди, которые помогают тебе в жизни состояться. По-божьему. То есть, у Бога есть спасение для тебя. Есть люди, которые помогают тебе быть спасенным и хранить спасение. И расти во спасение. Второе. У Бога есть предназначение для тебя. Есть люди, которые помогают тебе остаться в предназначении и расти в этом и улучшиться. Вот эти две группы людей важны. Что бы ни произошло, не теряй их. Однажды Бог пришел к Моисею и говорит, число 13 глава, Второй стих, по-четвертый. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананайскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисея из пустыни Фаран по повелению Господня, и все они мужи, главные у сынов Израилевых. Заметите, что здесь произошло. Эти двенадцать. Первое. Они Богом избраны. Второе. Они имеют конкретную задачу от Бога. Третье. Бог говорит, чтобы они посмотрели землю, которую я даю сынам Израилевым. То есть, Бог посвящен этому делу. И четвертое. Они не слабые. Библия говорит, выбери главные из них. То есть, в каждом колене было по одному руководителю. И Бог сказал, вот эти руководители, бери. Вы знаете, эти люди двенадцать. Бог-то планировал, чтобы народы вошли в землю очень быстро. Они должны были стать первыми губернаторами Израиля. Вот эти люди пошли. Начали хорошо. Числа тринадцатая глава. Двадцать семь по тридцать четвертый. И пошли. Они вернулись к Моисею, к Уарону и ко всему обществу сынов израилевых. Все ждут. Что же они скажут? В пустину Фаран. В Каде. И принесли им всему и всему обществу ответ. Они такие дипломаты. Прямо в обедной нации. Сначала они показали плоды земли. Подняли. Показывают. И люди смотрят. И рассказывали. Им говорили. Мы ходили в землю, которая Ти посла у нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоди ее. Но живущий, народ живущий на земле той, силен. И города укрепленные. Весьма большие. И сынов инаковых мы видели там. Амалик же живет на южной части земли. Хетей. И Евусей, и Амарей живут на горе. Хананей же живут при море и на берегу Йордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем. Говорили. Пойдем. Завладеем ею. Потому что можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, с ним говорили. Не можем идти против народа сего. Ибо он сильнее нас. Они же самые сильные. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Между сынами Израилевыми. Говоря. Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели, мы среди ее люди великорослины. Там мы видели исполинов, сынов инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Что мы видим? Почему они не закончили свое путешествие? Почему они не выполнили? Первое. Они либо забыли, либо не верили. И в результате они начали мерить все обстоятельства собою. Логика включилась. Страх и в результате они потеряли. Обстоятельства земные начали так давить на них. И они неправильно на них реагировали. Сегодня очень часто такое бывает. Почему люди не заканчивают свою миссию? Свое поприще? Свое задание? Почему выпадает с дороги? Первое. Эмоции. Они реагировали неправильно. Жалели себя. Вы знаете, что написано в Библии? Евангелие от Иоанна 12, 25. Любящий душу свою погубить ее, ненавидящий душу свою в мире всем сохранить ее в жизни вечную. Имеется ввиду наша душа много чего хочет. я не всегда могу остановить мою душу, когда она думает о чем-то или мысли. Но вот что я могу. Я не обязан все, что я хочу, я не обязан это сделать. Во всем мы реагируем и отвечаем по Слову Божьему, по воле Божьему, по плану Божьему. И они этого не сделали. И в результате они принесли плохую новость. Какой конец был? Бог их убил. Библия говорит, они были умерщвлены перед Господом. Они потеряли резон существования. Они не нужны ни Богу уже, ни зря вскому народу, никому. когда ты теряешь свою соленость, ты нужен, потому что ты солен Богом. Поэтому ты приносишь пользу в Царство Божье, пользу в семье, пользу в Церкви, пользу везде. Почему? Ты солен солью Бога. Не допускай в твою жизнь вещи, которые убирают твою соленость, потому что через время ты становишься ненужным. Радостная новость в Боге можно прийти к Нему обратно, попросить Господь восстанови меня. Я потерял соленость. То ли по глупости своей, то ли по эмоциям своим, то ли по страху я напуган, я стал безответственным, жалел себя, эгоистом стал, я думал, что так надо, теперь я вижу, я потерял соленость, да, во всем я вижу, кто виновен, но не решает вопрос, соль ушла, Бог помоги, восстанови меня. Эти десять начали, не закончили. но там было двое, о, мои герои, это Халев и Иисус Новин. Тринадцатая глава, книга числа, которую мы с вами читали, написано тринадцатая глава, тридцать первый стих. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем, завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Четырнадцатая глава, числа, седьмой стих по девятую. И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хорошая, никого не съедает. А если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедание. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Первое, они верили и помнили то, что Бог говорит. Чтобы начинать и заканчивать успешно, не теряй веру и не забывай, что Бог говорил. Второе, эти люди верили в посвящение Богу, Он посвященный. Третье, эти люди двое, они вернее. В чем выражается верность? Они выдерживали давление. Давление присутствия исполинов. Они сохранили свою внутренность стабильным, в равновесии, в вере в Бога. заметьте, они вошли в землю. Десять умерли. Начато, ты закончишь или нет, выбор твой. Божья часть сделана. Если ты не закончишь, не обвиняй никого. Это твой выбор. Следующий мой подпункт, я его назову крик Павла. Это крик любого пастора. Это крик самого Господа. К филиппийцам 2 глава. 19 по 22 стих. Надеюсь, же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я узнав о ваших обстоятельствах утешиться духом. 20 стих это тот крик. Ибо я не имею никого ровно равно усердного. Как бы стол искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известно, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Давайте посмотрим на качество Тимофея. И если мы сохраним эти качества, и мы с вами будем спасены до конца в призвание до конца с правильными людьми от Бога до конца. Первое качество. Тимофей верный. Что такое верность? Это уметь держаться даже когда хочется все бросить. Если я верен, я каждый день говорю Богу да, дьяволу нет. Если я верен, я говорю всему, что Божьему да, а всему, что дьяволскому нет. Независимо от того, больно, трудно, хорошо или плохо. Номер два. Павел говорит, я хочу послать к вам Тимофея. Почему? Потому что у меня нет другого такого, как он. Он надежный. Он говорит усердно, чтобы быть столь искренним. Второе, Тимофей был искренним. Бог обращает внимание на наши сердца, когда есть элемент, который называется искренним. По настоящему. Реально. я не говорю наивность, я не говорю не тактичность, я не говорю, что будь человеком, который режет других людей. Я искренне, как я думаю, так я скажу. Это может и быть глупостью в какой-то степени. Искренность не забирает тактичность, искренность не забирает любовь, искренность не забирает от тебя доброту, искренность не забирает того, что ты можешь быть мягким. Искренность не делает тебя жестоким человеком. Третье качество. Усердие. Что такое усердие? Усердие это когда человек чем-то горит. Все, что мы делаем, мы должны гореть. Как Библия говорит, духом пламенет. Когда молится, усердно. Даже Библия говорит, много может какая молитва? Усердная молитва праведного. Восстанови усердие с Богом. Восстанови усердие в твое христианство. Восстанови усердие в церкви. Восстанови усердие в семье. Восстанови усердие с людьми, с собою, с жизнью. Жизни на земле реагируют на усердных. Что делать, чтобы хранить спасение до конца? Призвание, предназначение, семью и тому подобное. Не ищи своего. Поставь Иисуса приоритетом. Пастор Генри, спасибо за проповедь. Но почти по всем пунктам или частично я давно ушел от того, что ты говоришь. Тогда вернись. Христианство основывается на примирении всегда. Бог любит тебя. И Бог зовет тебя. И самое главное. Не важно, как далеко. И не важно, как глубоко. Или как высоко. Если ты сейчас примешь решение. Сегодня. Примириться. С Богом. Бежать назад. К Богу. С собою. С семьей. С церковью. С служением. Везде, где надо. Бог. Даст тебе столько благословения. Столько милости. Что ты сам себя потом не узнаешь. Слава Господу. Слава Господу. Бог такой благой. Вот смотрите. Если бы я покаялся. И он меня забрал на небо. Сегодня вы бы не слушали эту проповедь. Но потому что я понял, что кроме покаяния есть цели у Бога для меня. Вот это та цель. Или часть той цели. Каждый тоже имеет цели от Бога. Притом они разные. Для разных. У кого-то целью в жизни рожать как можно больше хороших воспитанных детей. А у кого-то цели зарабатывать много денег, чтобы экономика в стране была выздоровлена. У кого-то развлечения. Здравые для всей семьи. У кого-то быть врачом. А кто-то призван вообще в политику, чтобы страна была стабильная. Разные призвания. Настолько разновидны. И все от Бога. В жизни найди свое призвание. Найди то, для чего Бог тебя призвал. И исполни. В этом самый полный внутренний радость и чувство полноценности и удовлетворения. Сегодня я хочу вам показать несколько свидетельствий о людей, которые получили свое чудо от Бога. Это было проявление моего призвания. И я исполнил то, для чего Бог меня призвал. И что Он приготовил для меня. И вот плод. Точно так же, как у меня есть плод, Бог хочет, чтобы у тебя был свой плод. А второе. Ожидай свое чудо. Потому что сегодня твое исцеление – это тоже плод того, к чему Бог меня призвал. Давайте посмотрим. Церковь перемога – место для всей семьи, где каждый может почути Слово Божье и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Пастор, у этой женщины была боль в спине. Она не могла наклоняться. А теперь она снова может наклоняться. Огонь сошел на нее. Как долго была боль у нее? Три года. Три года? Вы можете наклоняться? Вы можете это сделать? В течение трех лет? Спасибо тебе, Иисус! Да благословит вас Господь! Спасибо тебе, Иисус! У этой женщины была операция на мозге недавно. Она не могла чувствовать свою левую ногу, а сейчас она может ходить. Вы не могли чувствовать вашу левую ногу? Можете нам рассказать? Вы не могли чувствовать вашу левую ногу? Да. Вы чувствуете ее сейчас? Да. Как долго это было? Восемь лет. Восемь лет? Это было из-за операции на мозге? Да. А как вы смогли вот так прийти сюда? Я пришла с... Иисус привел меня сюда. С вами есть ваши друзья здесь, которые пришли с вами? Нет, нет. Небесный Отец, я благодарю тебя за это чудо во имя Иисуса. Пастор, у этой женщины было сломано колено, и сейчас она может ходить. Ваше колено было сломано? Да. Как долго? Более десяти лет. Более десяти лет? Да. А сейчас вы можете пошевелить им? Да. Этим утром была сильная боль. Была сильная боль? Спасибо тебе, Небесный Отец, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Я всегда радуюсь, когда я вижу чудо. Потому что чудеса – это Бог на небе, приходит на землю, прикасается к людям, и происходит чудо. Это так радостно утверждает нас в Боге. Если ты хочешь получить чудо от Бога, сначала нужно принять Иисуса в сердце, чтобы Он стал твоим Господом. Скажи со мной, Отец Небесный, прости меня, все мои грехи, дай мне новую жизнь, очисти мое сердце, войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь, если сегодня ты нуждаешься в чудо, исцелении или каком-нибудь направлении, возложи руку на сердце или на место, которое болит, вторую руку подними к Богу. Господь, во имя Иисуса, соглашая с каждым из них, прошу всем, исцеление, чудо, я приказываю всякой боли и болезни уйти, да откроются их глаза, чтобы они видели то, для чего ты их призвал. И пусть они исполнят с радостью и успешного имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас, Бог вас любит, я вас люблю, держите за Господом, вы большая ценность для Него. Пусть Бог благословит вас, Бог благословит вас, Бог благословит вас.